Издательство «Эксмо» представляет Фёдор Михайлович Достоевский, братья Карамазовы Исполняет Всеволод Кузнецов Анне Григорьевне Достоевской Эпиграф Истина, истина говорю вам. Если пшеничное зерно, падше в землю, не умрёт, то останется одно. А если умрёт, то принесёт много плода. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 24. От автора Начиная жизнеописание героя моего, Алексея Фёдоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении. А именно, хоть я и называю Алексея Фёдоровича моим героем, но, однако, сам знаю, что человек он отнюдь невеликий, а посему и предвижу неизбежные вопросы вроде таковых. Чем же замечательен ваш Алексей Фёдорович, что вы выбрали его своим героем? Что сделал он такого? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни? Последний вопрос, самый роковой, ибо на него могу лишь ответить, «Может быть, увидите сами из романа». Но, а коль прочтут роман и не увидят, не согласятся с примечательностью моего, Алексея Фёдоровича, говорю так, потому что с прискорбием это предвижу. Для меня он примечателен, но решительно сомневаюсь, успею ли это доказать читателю. Дело в том, что это, пожалуй, и деятель, но деятель неопределенный, не выяснившийся. Впрочем, странно бы требовать в такое время, как наше, от людей и ясности. Одно, пожалуй, довольно несомненно, это человек странный, даже чудак. Но странности чудачества скорее вредят, чем дают право на внимание, особенно когда все стремятся к тому, чтобы объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление, не так ли? Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом и ответите «не так» или «не всегда так», то я, пожалуй, и ободрюсь духом насчет значения героя моего, Алексея Фёдоровича. Ибо не только чудак не всегда частность и обособление, а, напротив, бывает так, что он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого. А остальные люди его эпохи все каким-нибудь наплывным ветром на время почему-то от него оторвались. Я бы, впрочем, не пускался в эти весьма нелюбопытные и смутные объяснения и начал бы просто-запросто без предисловия «понравится, так и так прочтут». Но беда в том, что жизнеписание-то у меня одно, а романов два. Главный роман второй. Это деятельность моего героя уже в наше время. Именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще 13 лет назад. И есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным. Но таким образом еще усложняется первоначальное мое затруднение. Если уж я, то есть сам биограф, нахожу, что и одного-то романа, может быть, было бы для такого скромного и неопределенного героя излишне, то каково же являться с двумя, и чем объяснить такую с моей стороны заносчивость. Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения. Разумеется, прозорливый читатель уже давно угадал, что я с самого начала к тому клонил, и только досадовал на меня, зачем я даром трачу бесплодные слова и драгоценное время. На это отвечу уже в точности. Тратил я бесплодные слова и драгоценное время, во-первых, из вежливости, а во-вторых, из хитрости, все-таки, дескать, заранее в чем-то предупредил. Впрочем, я даже рад тому, что роман мой разбился сам собою на два рассказа при существенном единстве целого. Познакомившись с первым рассказом, читатель уже сам определит, стоит ли ему приниматься за второй. Конечно, никто ничем не связан. Можно бросить книгу из двух страниц первого рассказа с тем, чтобы и не раскрывать более. Но ведь есть такие деликатные читатели, которые непременно захотят дочитать до конца, чтобы не ошибиться в беспристрастном суждении. Таковы, например, все русские критики. Так вот, перед такими-то все-таки сердцу легче. Несмотря на всю их аккуратность и добросовестность, все-таки даю им самый законный предлог бросить рассказ на первом эпизоде романа. Ну, вот и все предисловие. Я совершенно согласен, что оно лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется. А теперь к делу. Часть первая. Книга первая. История одной семейки. Глава первая. Федор Павлович Карамазов. Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамазова, столь известного в свое время, да и теперь еще у нас припоминаемого, по трагической и темной кончине своей, приключившейся ровно 13 лет назад и о которой сообщу в своем месте. Теперь же скажу об этом помещике, как его у нас называли, хоть он всю жизнь совсем почти не жил в своем поместье. Лишь то, что это был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового. Но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только, кажется, одни эти. Федор Павлович, например, начал почти что ни с чем. Помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики. А между тем, в момент кончины его у него оказалось до 100 тысяч рублей чистыми деньгами. И в то же время он все-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю еще, тут не глупость. Большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, а именно бестолковость, да еще какая-то особенная, национальная. Субтитры создавал DimaTorzok